День с толком Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. У здания речного вокзала появился новый хозяин. Кто он и как может преобразиться речной? Тренды, казусы и преступления года. Каким мы запомним уходящий 2020-й? Вау! Какой-то гость! Волшебство накануне Нового года. О чем мечтают алтайские дети и кто исполняет их желания? 116 миллиардов рублей составят инвестиции в основной капитал Алтайского края по итогам уходящего года. Это на удивление даже больше, чем в прошлом году. О ситуации в производственной отрасли региона рассказал сегодня министр по экономическому развитию Анатолий Нагорнов. И спрогнозировал, если не улучшение, то не ухудшение положения. В последние годы инвестиции в предприятия края увеличивались. Крупный бизнес, как правило, речь идет о развитии своего уже сектора, предпочитал вкладывать на несколько процентов охотнее. И хотя пандемия в целом повлияла не лучшим образом на рост инвестиций, регион все же год заканчивает в плюсе. По итогам полугодия прирост составил 15%, что очень прилично. По итогам 9 месяцев прирост снизился, но тем не менее остается в положительной зоне и составляет 5%. То есть индекс физического объема 105% по 105,7% по полному кругу предприятий. В добывающей отрасли по оценке прирост инвестиций составит около 30%. Этот рекорд принадлежит Сибирь полиметаллам. Они развивают Карболихинское месторождение и реконструируют Рубцовскую обогатительную фабрику. Кроме того, Нагорнов отметил крупное вложение в Алтайкокс, Пучуксульфат, завод прессового оборудования. Общий объем вложений в 2020-м по оценке властей региона составил примерно 116 миллиардов рублей, 87% из которых частные инвестиции. В Рио министра отметил позитивные тенденции в сфере недвижимости. Из-за снижения ипотечной ставки за год в крае выдали почти в полтора раза больше кредитов, а прирост в строительной сфере составил 17%. В целом власти фиксируют незначительное уменьшение производства, но подчеркивают, что больших потерь смогли избежать. У здания Барнаульского речного вокзала появился новый владелец. Его и участок земли на берегу Аби приобрел предприниматель Надаршоне. По непроверенным данным, сумма сделки достигла полумиллиарда рублей. Сам Надаршоне сделку пока не комментируют, но обещают озвучить детали будущего проекта в начале следующего года. Между тем, многие барнаульские архитекторы отмечают, будущее преображения речного во многом повлияет на весь архитектурный облик Барнаула. На этом месте может быть новый архитектурный символ города, который будет работать как на внешний силуэт, так и для внутреннего пространства города. Новое здание наполнит его новыми свойствами и новой функциональностью, привлечет потоки людей к площади и набережной, продолжительность которой можно будет увеличить. Напомним, здание речного вокзала было построено в 1985 году. В разные годы в нем размещались офисы, торговые организации и общепит. В последнее время оно было практически невостребовано. Эксперты надеются, что реновация вдохнет новую жизнь в когда-то весьма значимый объект, а также в прилегающую к нему территорию. Уходящий год выдался весьма неоднозначным для многих отраслей. При этом он кардинально повлиял не только на сферы деятельности, но и на жизнь людей. О главных трендах знакового 2020 года далее. Ключи, телефон, деньги, маска – современный минимум для выхода на улицу. С марта жители края привыкают к масочному режиму. Я вот хожу с маской, считаю, что нужно. Нет, почему? Я не верю вообще в этот коронавирус. Врачи Александр Зальцман, Сергей Ходоренко, Юрий Кочетов, смерть которого следователи проверять отказываются. Профессор АГМУ Юрий Высоцкий, директор ансамбля «Алтай» Александр Березиков, диктор Сергей Марков. И это далеко не полный список потерь в 2020-м. Минздрав не исключает, что статистика за декабрь тоже будет рекордная. Основные причины – это коронавирус и болезни органов дыхания, которые приросли троекратно. Также стало больше умерших от болезней системы кровообращения, перенесших ковид. Дистанционное образование – то, чему учились и дети, и родители, и учителя. Школа в сети, оценки не ниже тройки, посещаемость зум-классов. Тренды вынужденно осваивают и другие сферы. Бизнес и творчество по-новому открывают для себя интернет. Отравлено все чистенько, но толку-то нет. Столько денег закопали мы, да и все. А вот что напугало сельхозпроизводителей края в 2020-м, так это засуха. В степной зоне урожая, можно сказать, и не было. А в зиму фермеры ушли с нехваткой кормов. Пострадали не все районы, но ущерб для муниципалитетов огромный, а компенсацию еще нужно было доказать. Эта проблема, как и многие, потерялась на фоне пандемии. Но закончим на брутальном символе года, модном тренде – бороде. В этом году у нас 30 лет совместной жизни, буквально в понедельник, 28 числа. Так что, ну, понятное дело, что за 30 лет человек уже видел от меня много и знает, что от меня ожидать. И поэтому, ну, появилось такое желание у меня. Оно было поддержано и одобрено. Поэтому так вот семья у нас устроена. Виктор Томенко, справедливо-рос Владислав Вакаев, пресс-секретарь парламента Андрей Липунов, председатель комитета мэрии Антон Шеломенцев в 2020-м явно возмужали. Впрочем, мужественнее в 2020-м пришлось стать даже тем, кто был и есть без бороды. Уж таким выдался этот год. Не обошелся 2020-й и без громких преступлений. Нередко региональная криминальная сводка находила отражение в федеральной инфоповестке, из-за чего люди погибали целыми семьями. И судьбы каких алтайских чиновников стали иллюстрацией к статьям Уголовного кодекса в сюжете Андрея Дрейра. Ребята, я что непонятного сказал, вы на частной территории. И не снимайте. Не снимайте, вы на частной территории. Это Виктор Королев, владелец турбазы «Глобус», что в Алтайском районе. В июле в номере его турбазы скончались чиновник из краевого управления по печати Иосиф Кременских, его жена и двое их детей. Дочь 10 лет и 16-летний сын. По версии следствия, вся семья отравилась выхлопами генератора, который стоял в их домике. Владельца турбаза обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть по неосторожности. Сейчас Королев в СИЗО, в отличие от Михаила Старцева, который одним ударом убил Павла Рохлова во время драки на Старом базаре, сам удар запечатлели очевидцы. Следствие выяснило, компания, в которой находился убитый Рохлов, пыталась разнять драку. Новость вышла на федеральный уровень. Депутат Госдумы Сергей Миронов даже предлагал приравнять кулаки подготовленных бойцов к холодному оружию. А участники события побывали на ток-шоу Центрального телевидения. Он ожил! Он ожил! Он ожил! Он ожил! Что-то ожил! Нет, не ожил! Не обошлось и без уголовных дел в отношении высокопоставленных лиц региона. А так, бывшего зампреда правительства края Ирину Долгову обвинили в превышении полномочий. По данным следствия, она на бюджетные деньги обеспечила дорогостоящими препаратами своего знакомого. Отметились чиновники и в сводках дорожной полиции. Вот сотрудник ГИБДД пришел к Вячеславу Новикову, главе администрации Октябрьского района Барнаула, которого неоднократно в этом году задерживали в нетрезвом виде за рулем. А это фото с места ДТП, которое случилось по вине Филиппа Воронкова, сына первого зама главы города. Причем Филипп на момент аварии уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Поэтому в этот раз на него завели уже уголовное дело. Андрей Дреер. День с толком. Богатым выдался 2020 на нелепые и даже, можно сказать, странные случаи. Одни из них вызывают недоумение, другие – откровенные насмешки и поводы для извительных шуток. О курьезах уходящего года в следующем сюжете. Одна из самых неоднозначных ситуаций 2020-го связана с главным трендом года – все тем же коронавирусом, а точнее строительством для больных COVID-19 отдельного госпиталя. Этой проблемой власти озадачились минувшей осенью, когда зашкаливало число заболевших. Мест в больницах не хватало, аппаратов ИВЛ также был дефицит. Сначала руководство Барнаула решило, что госпиталь будет создан на базе геомаркета либо недостроенного торгового центра в индустриальном районе. Но после долгих переговоров под медцентр в 600 койко-мест пожелали отдать посудоцентр. Мы сегодня сожгли за собой мосты. Мы демонтируем все, что можно. Из посудоцентра выселили всех арендаторов и развернули стройку. Бойко шла она здесь больше месяца, но от планов внезапно отказались. Причины, по мнению властей, две. Стабилизация эпидситуации и нехватка финансов. Предполагаемый объем расходов составит около 400 миллионов рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года участника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта. Теперь владелец перекроенного посудоцентра планирует сдать его под склады. Реклама об аренде площадей нереализованного мегагоспиталя есть на сайте объявлений. В соцсетях такая новость не осталась незамеченной. Под каждой публикацией сотни возмущенных комментариев. Господи, а как все рьяно начиналось? Прям чуть ли не с одной стороны посуду выносили, а с другой уже больных заносили. Видимость создали, бабки попилили, пообсуждали и разошлись до весны. Не смешите уже народ. Деньги все выделяют нам на край, а в итоге где они? А вот еще один случай, который также связан с главой Барнаула. Правда, обсуждение в соцсетях уже в более ироничной форме. И все это благодаря забавному видео с рабочей встречи мэра Вячеслава Франко. Просто он, в отличие от нас, решил закрыть все слизистые на лице, как и положено. Это было так мило, но заработался человек. Человек просто перепутал маску и очки, надел автоматические видео в урезанном варианте. Далее он улыбнулся свои ошибки и взял очки. Преподнесла сюрпризы в 2020-м даже погода. Она устроила настоящий климатический экстрим для жителей края. Из-за ранней весны тополиный пух полетел уже в мае. Осень тоже была непривычно жаркой. В октябре температура достигала плюс 20. Зато зима, не дождавшись по традиции крещенских морозов, люто ударила уже в декабре. Видимо, решила, что погрели здесь уже достаточно. Иди наружу. Еще одна история позабавила жителей Барнаула уже в канун новогодних праздников. При этом начало она берет в другом регионе. В одном из городов Воронежской области установили памятник Аленке. Да такой, что местные испугались металлической девчины. Какие только прозвища не дали ей в соцсетях. При этом барнаульцам Аленка напомнила одну из снегурочек, что установили в Барнауле 10 лет назад. Такой же дикий взгляд, воинствующий нрав. Какой год, такие скульптуры. У нее положительный тест на ковид. Нормальные Аленки. Просто народ забыл уже, как настоящая русская женщина выглядит. Сейчас же все тюнингуются. Брови, губы. После таких шедевров, в кавычках, хочется пожелать всем в следующем году. Творите, но не вытворяйте. Елена Макаренко, день с толком. Но все же все казусы и неприятности меркнут на фоне предстоящего торжества. Новый год – один из самых любимых праздников для большинства россиян. А в нашем регионе даже сложились свои традиции его проведения. О них, а также о новых веяниях в праздновании Нового года в сюжете Никиты Ермакова. Елка, Дед Мороз, новогодние игрушки и подарки. Современникам кажется, что вся эта праздничная атрибутика существовала всегда. Но всего четыре столетия назад не было никакого Нового года в привычном нам понимании. В ночь с 31 декабря на 1 января Новый год мы начали отмечать при Петре Первом. Именно тогда появилась традиция украшать свои жилища ветками сосновыми, еловыми и так далее. Но, к сожалению, после смерти Петра Первого эта традиция была утрачена и лишь в 19 веке вновь возродилась. В старину елку могли себе позволить только состоятельные люди. Дерево украшали игрушками и лакомствами, а после праздника дарили его прислуги. А крупные меценаты Барнаула устраивали елки для детей из бедных семей. К примеру, большой популярностью пользовалась елка купца Платонова. Это были скорее массовые гуляния с хороводами и подарками. Но все же семейный формат праздник приобрел только в 20 веке. В течение довольно продолжительного времени его отмечали массовыми гуляниями, то в начале 20 века этот праздник стал больше семейным. Дед Мороз и Снегурочка тоже не сразу стали полноправными участниками праздников. При этом дедушка впервые появился на Рождество, но стал после символом Нового года в 30-х годах прошлого века. Современным веянием, а по сути возрождением одной из традиций празднования Нового года можно назвать возвращение к восьмиконечной звезде. Именно такое, а не привычной советской, сегодня старается украшать елку столичная элита. Восьмиконечная звезда. Интересна она тем, что связана с глубокими традициями, которые есть как в православии, и в первую очередь связана с Богородицей, которая почитается на Руси издавна. И, безусловно, вифлеемская звезда – это символ Рождества. Он был во все времена. Вифлеемская звезда, она принесла весть о том, что родился Иисус. Вифлеемские звезды легко встретить в торговых центрах Москвы. А у нас такое украшение – редкость. Купить сложно, но можно сделать своими руками. Мастер-класс по изготовлению восьмиконечной звезды провели и в музее. Я сейчас шишечку приклею. Ну ладно, шишечку сюда. Сотрудники музея подчеркивают, что Новые Вения, как правило, забыты из старой традиции. При этом идет тренд на возрождение истинных обрядов и укладов, которые нередко связаны с верой и духовностью. В регионе стартовала всероссийская акция, приуроченная к Новому году. Называется она «Елка желаний». А суть ее в том, чтобы подарить праздник детям из малообеспеченных семей и сиротам. Последние могут рассказать о своей мечте на специальном сайте, а другие уже взрослые участники акции – на виртуальной елке выбрать шар с желанием ребенка и исполнить его. В Алтайском крае в общей сложности в рамках акции исполнят мечты 47 ребятишек. Двоим из них накануне подарки вручил лично губернатор края Виктор Томенко. Десятилетний Андрей Пятышев мечтал получить набор юного химика, о чем и написал накануне в своем письме Деду Морозу. Шар с заветным желанием мальчика снял с елки Виктор Томенко. И накануне Нового года губернатор исполнил мечту не только Андрея, но и других детей многодетной семьи Пятышева. Сестра мальчика получила куклу, а брат – мяч с автографом известного алтайского футболиста Александра Ерохина. Андрей же теперь собирается посвятить выходные изучению химии. Что написано? Домашняя лаборатория? И в наборе вон аж сколько всего, всего-всего. И подставка для приборов, и детали микроскопа, и предметные стекла, и даже центрифуга, которая раскладывает атомы. Еще один юный земляк благодаря акции смог принять участие в съемке телепрограммы. Мальчик губернатор поздравил дистанционно. Что касается оставшихся ребят, им всем вручат подарки до завершения 2020 года. И сегодня наша съемочная группа как раз побывала в одном из районов Алтайского края, куда добрался Дед Мороз с подарком для Максима Сафронова. Мальчик тоже отправил свою мечту на елку желаний. Подробнее в сюжете. Здравствуйте, ребятишки! Они ждали его все утро. Братья Сафроновы впервые видят Деда Мороза, в которого еще, конечно, верят. Четырехлетнему Максиму повезло особенно. Его мечту вытянули на елке желаний. Об этом подарке ребенок грезил несколько месяцев. Вау! Что, какой это жос! Ну, что тебе вот, пожалуйста. Знаете, что это такое? Петалет! Он каждые пять минут у меня спрашивал маму, где Дед Мороз. Когда он приедет, иди посмотри, иди позвони ему. Вертолет для Максима передал депутат Госдумы Александр Прокопьев. Для этого он в очередной раз обратился к волонтерам акции «Мы вместе». Сегодня вместе они также исполнили мечты пятерых детей. Из Новоалтайска, Бейска и Березовки. Желания у всех разные. От квадрокоптера до мультипекаря. Как и разные непростые судьбы. Любит больницу? Да. Что в больнице есть у тебя? Ягучки. Убровая комната. Полтора года борьбы, четыре курса химиотерапии. И впереди еще столько же. Практически всю свою жизнь мальчик лечится от рака крови. Это было 5 июля 2019 года. Педиатр вызвала и подняла в отделение онкологии для детей. На тот момент у малыша уже было поражено 95% костного мозга. Это все страшно. Это ничего не видишь, ничего не запоминаешь. Потому что еще врачи говорят такие слова, которых ты раньше вообще не знал. И анализы, которые раньше тоже не знали. Лекарства, которых рассказать, о них ты не можешь ничего выговорить. Сейчас это все, конечно, мы все знаем, все можем выговорить, все рассказать другим и помочь кому-то. Мы даем кровь постоянно. Это все из вены. Вены тонкие. Он это держится, терпит, не плачет. На лекарства для Максима в месяц родители тратят больше 10 тысяч рублей. Еще столько же уходит на особый рацион малыша. При этом во время карантина Татьяна осталась без работы. В семье боятся занести домой новую коронавирусную инфекцию. Сегодня можно забыть про лечение. Есть вертолет, который мама и папа вряд ли смогли бы купить. Но для этого есть волшебники. Вот эту вертолет поднимаешь и самолетик летает. 25 января Максим поедет в Барнаул на очередной курс химиотерапии. Родители мальчика верят, что их минует рецидив и не понадобится пересадка костного мозга. Было бы только здоровье. А в остальном ребенка сделать счастливым просто. Есть вертолет, который поднимается в небо. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Перед наступлением Нового года полны надежд не только дети, но и взрослые. С каким настроением барнаульцы провожают уходящий год и встречают следующий, смотрите далее. Всем вам запомнился этот 2020 год? Знаете, во-первых, наверное, это все-таки заболеваемость, связанная с ковидом. Очень много людей пострадало, в том числе пожилого возраста. Хорошее, как всегда, это отношение к близким и отношение близких к нам. Наверное, это самое хорошее. Учеба запомнилась очень сильно. Потому что как-то нестандартный вид обучения выбрали, что дистанционно учились. Было, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, легко. А что ждете в 2021? Лучше бы он, лучше был, чем вот этот год. Чтобы прекратились эти вирусные инфекции, чтобы народ наконец-то воспрял, чтобы паники не было, чтобы добрый был год. Жду перемен и изменений. Много родных, близких и друзей в семье, чтобы были всегда со мной рядом. И чтобы все у всех хорошо было. Что позываете землякам? Алтайским землякам. Не опускать руки. Всегда надеяться на лучшее. И работать, работать, еще раз работать. Обязательно. Ноги пусть держат в тепле, обязательно. Пусть любят своих жен, детей. Здоровья им. Удачи. Прежде всего, здоровья и радости, конечно. Охота какого-то счастья. Всем здоровья хочу пожелать, потому что здоровье – это самое главное, тем более в нынешнее время. А редакция телеканала «Толк» в свою очередь желает жителям края не унывать, несмотря на любые обстоятельства. Всем известно, позитивный взгляд на жизнь – лучшее лекарство от любых недугов и невзгод. Чем запомнился вам этот 20-й год? Пожалуйста. Очевидно, что ничем. Ага, это все будет хорошо. 20-й год. Тишина. О, как я вышла. Спасибо большое. И вам так. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.